Приветствую вас! Вы знаете, я не очень, честно говоря, вижу связь между вашим первым вопросом и вторым. Первый вопрос вы задавали по поводу ощущения нереальности, и невозможности начать реализовывать свой потенциал. Значит, вы пишете, что ощущение нереальности и невозможности начать реализовывать свой потенциал, да? Вы пишете, что чувствуете себя неудовлетворенным, несчастным и подавленным. Вот. Понимаете? То есть это забред. У вас. Забред на успех. По сути. Здесь вы говорите о том, где самом. То есть по факту вы просто перефразировали свою проблему и всё. Но не стало от этого другое, не стало от этого по-другому выглядеть. Вы не стали её воспринимать иначе, потому что у вас по-прежнему история, что вы не можете чем-то заняться, вы не можете где-то реализоваться. У вас два образования в этих, а зачем они вам? Да? Вы говорите своим родным, что завидуете, что завидуете врачам узких специализаций. А что вам мешает быть узким специалистом? А мешает вам быть узким специалистом ваше желание. Что это значит? Ну, ваше желание, что это значит? Это значит, в первую очередь, что вы используете профессиональную сферу для того, чтобы реализовать какие-то свои желания к профессиональной сфере, не относящиеся изначально. Вообще. Понимаете? Какая ссора. То есть, как правило, как правило, у человека возникают проблемы в реализации своей, своего потенциала только тогда, только тогда, когда он, этот самый человек, использует данный аспект для, ну, своих каких-то целей. Чтобы, например, что-то доказать, допустим. Чтобы, например, в чем-то убедиться, чтобы в чем-то самоутвердиться, чтобы изменить как-то представление о себе. Но это не работает. Это не работает. Так, в контексте работает. То есть, одно от другого, да, нужно отличать. Одно от другого нужно отличать. Нужно отличать, когда вы хотите что-то сделать. Потому что, как бы, есть работа, да, и вам эта работа нравится, и вы хотите, вам это интересно. И другое дело, когда вы что-то делаете для того, чтобы что-то доказать. Потому что вы чувствуете себя подавленным и так далее. И вы хотите из этого состояния подавленности выйти. То есть, подавленность, она не связана с тем, что вы не реализуете свой потенциал. Если бы это было так, вы бы уже давно начали бы делать то, что вам нужно. Получается проблема в другом. Вот только в чем? Непонятно. Ну, возможно, проблема в заниженной у вас самооценке. Возможно, проблема в ориентации на мнение окружающих. Возможно, проблема в каких-то страхах. И, как правило, как правило, выродь родительских запретов, которые очень часто мешают людям чувствовать себя, ну, скажем так, да, чувствовать себя позитивно, чувствовать себя на высоте. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. А, так, я пришел к выводу, что моя проблема заключается в невозможности выбора профессионального пути и следовательно раскрытия потенциалов. Невозможность выбора профессионального пути означает, что вы не прислушаетесь к себе, означает, что вы не прислушаетесь к своим желаниям. Начать, что вы движимы не только своими желаниями, не только своими чувствами, но и желаниями, чувствами других. А потому первое задание вам будет такое, отделите, отделите свои чувства от чувств других, в том, что касается вашего профессионального, хотя бы выбора. Потому что вы пишете, что при общении с людьми я стараюсь быть открытым и радостным, но внутри себя не ощущаю интереса к собеседнику, ощущаю некую игру, мобиль, который я начинаю анализировать. Понимаете? То есть здесь идет лицемерие, здесь идет недоверие своим чувствам, здесь идет игра, защита. Вопрос только в том, защита от чего. Вы пишете, порой сосредоточу быть больше на своих ответах пози и мимике, чем на ответах собеседника. Почему, опять же? Потому что вас волнует, как вы себя ведете, и вас волнует то, как вы выглядите в глазах других людей. По какой причине? Это все ориентированность на мнение других. Это все социальная ориентированность, но не личная. Вот. В этой теме я стал испытывать острое чувство нереализованности. Но это может быть связано как с завышенными ожиданиями от вас, так и с тем, что вы действительно не делаете то, что вам нужно, как и с тем, что вы не делаете то, чего хотите, как и с тем, что вы находитесь под запретом, под давлением. Запреты, если они были даны, они были даны в детстве. Меня, словно, парализовало изнутри. Опять же, не парализовало изнутри вас. Некая установка, некая позиция, некий теоретический конструкт сковал ваши действия. И что это нужно выяснять. Я не могу раскрыть свой потенциал на работе и творчестве. В раннего детства я был активным, творческим ребенком, с богатым воображением и яркими целями. Но сейчас у меня с трудом получается проснуться, прийти в ясное сознание и сделать хоть что-то, что мне будет приятно и интересно. Это означает, что вы все время следуете ожиданиям и желаниям других людей. Вопрос только кому? И для чего? Почти совсем пропало волнение, за исключением физических проявлений. Не очень понятно, что это имеется в виду, что вы имеете в виду. Я откладываю свою жизнь и реализую цели. Ну, то есть, по сути, это такое, знаете... Это такое состояние временности. То есть, когда вы чувствуете, что все это временно. Но на самом деле это и есть жизнь. Это и есть жизнь. С самого утра я чувствую себя устал, чем к вечеру испытываю напряженную головную боль. Абсолютно невозможно сфокусироваться, понять смысл прочитанного или услышанного. Но здесь, мне кажется, есть и физиологические причины, если честно. Потому что физиологии очень много. Вот. Так, как выйти из помыкненного состояния и начать жить полную жизнью? Это только индивидуальная работа, Александр. Только индивидуальная работа. То есть, у вас тут все серьезно. Я бы рекомендовал медицинское обследование провести. Потому что, может быть, может быть проблема при сердце и физиологии. Вот. Дальше. Это то, что касается первого вопроса. Вот. Теперь, что касается второго. Значит. Я имею в виду два образования и работаю более трех лет в маркетинге. Да? Вот. С какой цели вы получали образование? Для чего? Как вы планировали использовать свои знания? Да? Навыки. Для чего вы работаете в маркетинге? Какие у вас сочетания от этой работы? Ну и так далее. Меня привлекают в другие области. Чем? Чем они вас привлекают? Привлекают. Записывая свои профессиональные цели, вы не получаете выбрать что-то одно и приступить к действию. Опять же. В чем проблема выбора? То есть. В чем здесь проблема? Раскроете ее? В чем проблема? Как в чем? Что конфликтует с чем? Давайте разберемся. Обычно это список из пяти разных проектов от творческих за бизнес. Где вы? Где не вы? Да? Где ваши чувства? Где не ваши? Давайте будем разбираться. Вот с этим нужно разбираться. С чутками и так далее. Это возможно только в режиме индивидуально работают. Они сами вы это вот сделаете, не можете. Вы не направитесь своим мыслям в то русло, в какое направит ваши мысли специалист. Все тесты по профориентации говорят о предисположенности ко всему тому, что мне интересно. Все тесты это фикция. Сам я могу читать сразу несколько книг на интересные темы. Но опять же, да, опять же, здесь есть подход. Если читать сразу несколько книг на интересные вам темы действительно мощно, в зависимости от того, какая у вас особенность деятельности мозга. Да, то есть, например, ну если вы вот читаете несколько книг, то знания, получается, идут не последовательно. Они не имеют целостности. Вот. А вы, получается, куда-то спешите, если сразу читаете сразу несколько книг. И вот спешка это очень плохо. Спешка это говорит о несвободе. Вот. А в теории, если вы можете читать несколько книг сразу и усваивать информацию из них как бы целостно и полно, то на здоровье. Я осознаюсь, что надо начать активно действовать и добиться успеха можно только в одной деятельности. Да нет, если грамотно распределить свои ресурсы, то в нескольких видах деятельности можно добиться успеха. Вы же понимаете, что человек на протяжении, например, своего дня, да, он что делает? Он работает, у него есть хобби, у него есть время для физических упражнений, у него есть время для семьи. Таким образом, человек достигает успеха как минимум с пяти видов деятельности. И это нормально. А у вас здесь получается ограничительная установка. С другой стороны, с другой стороны, можно говорить о качественном наполнении деятельности. То есть, например, если человек работает, он работает в двух сферах, то тут уже всё более деликатно. То есть, например, если человек один день работает на одной работе, а другой день работает на другой работе, то он может достичь цель, достичь успеха на той и другой работе при условии, что у него достаточно средств для того, чтобы качественно работать на одной и на другой работе. Здесь все упирается в индивидуальные особенности человека. Дальше. У меня не выходит сфокусироваться на чем-то одном и полностью в эту область погрузиться. А почему не выходит? Что начинает? Какие мысли? Проблема зажрела давно, но интересно, что ведь саму проблему не раскрывает. Еще несколько лет назад я говорил близким, что заявили врачам узких специализаций, которые выбрали анестезию и могут максимально на нее развиваться, достигать высоких результатов, взяться в конференциях. Такое впечатление, что вам важен результат, вам важен именно эффект от деятельности, но настоящая деятельность происходит тогда, когда человек не думает о результате, когда человеку интересен там процесс, не ради достижения результата. Результаты всегда социальной ориентированности, а социальная ориентированность всегда в ущерб личности. Поэтому подумайте об этом. Работа не дождает нерадостных чувств и желания развиваться. Работа не должна. Работа не должна давать желание развиваться, как в принципе дарит радость. Работа есть работа. Вопрос в том, почему вы ее выбрали и для чего. Есть работа чисто для получения денег. Да, есть работа для души. Вот для чего вы выбрали работу, то она вам и дает. Какой стати иногда надо надо доставлять, вам радостные чувства и желания развиваться. Желание развиваться должно быть у вас. Но желание развиваться это творчество. Творчество это свобода. Знаете, это свобода. Это еще раз ориентированность на процесс, а не на результат. Дальше, чтобы уйти с нее и начать новый путь, не нужно как минимум выбрать один из путей. Но выбрать сделать крайне сложно. А в чем сложно? Все выбранные пути требуют погружения, полной отдачи и сфокусированности. Мне кажется, что вы идеализируете это. Знаете, вы склонны к нарциссизму здесь. То есть у вас как-то вот есть какое-то идеальное представление о том, как человек должен выполнять работу. На самом деле, никто никогда полностью в работу не погружается. Всегда есть какие-то мысли, всегда есть еще какие-то фоновые чувства и так далее. То есть полное погружение невозможно. Вот здесь вы, такое впечатление, что стремитесь к идеалу, а идеал недостижим. То есть вам нужно здесь снизить планку. Вот. А чтобы снизить планку, нужно понять, кто вам ее установил. Вы себе такую планку установить не могли. Вообще, если бы вы действовали только по своей воле и исключительно основывались на своих желаниях, этой бы ситуации не было. А это значит, что в формировании вашей позиции участвовали люди и участвовали деструктивно. Вот именно их влияние и нужно исключить. Тогда вы подчискиваете себя свободным. Вот. Методы есть, но методы эти связаны с индивидуальной работой не для только личной работы. Это методы, которые работают исключительно только вместе со специалистами. Выбирайте себе эксперта и начинайте консультироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.